Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вы увидите мастер-класс, как сделать вот такой приятный, вязаный, теплый маникюр. Самое то, на осень или на зиму. Дизайн не новый, но в прошлом году я снимала мастер-класс, также на него и многие были в восторге. Решила повторить на клиенте. Начинаем мы, как всегда, со снятия. Клиент у меня проходил 5 недель, немножко переносили покрытие, и на большом пальчике вы видите удар. Он делает фотографии, что делать с такими пальчиками. Если клиента не беспокоит этот синяк, моя клиентка прищемила дверью, то тогда можно сделать покрытие. Также мы не видим никакого изменения цвета другой ногтевой пластины, то есть это просто синячок, который под гель-лаком отрастет. И клиент будет доволен то, что никто не видит его синяк. Это уж я вам расскажу честно, так как мне рассказывали клиенты. Все хотят этот синячок прикрыть и, конечно же, не показывать. Снятие я делаю твердосплавной фрезой от КМИС. Я вам ее уже показывала, снятие на геле. И хочу сказать, что работаю я ей восьмой раз, и она ничуть не стала менее острой. Очень классная фреза, снятие проходит в разы быстрее. Далее приступаем к обработке торцов, то есть начинаю подпиливать торец. По форме я делаю овал. Овал делает я люблю. Это моя самая любимая форма в опиле, так как многие почему-то ее заужают. Но для меня, в моем понимании, овал это именно то, что у нас сегодня с вами получится. Так что смотрите дальше. Также при опиле овала обязательно должен быть плавный переход от центра к точке вроста и ни в коем случае не идти на заужение. И не забываем про то, что после нашего снятия все-таки остаются небольшие борозды от фрезы, которые нам, конечно же, нужно выровнять. Как я люблю всегда говорить на своих курсах, чем ровнее вы снимете покрытие, тем проще и быстрее у вас получится сделать выравнивание. Поэтому не пропускайте ни в коем случае этот этап, уделяйте ему особое внимание. Вообще маникюр это цепочка этапов, в которой каждый важен и каждый несет какой-то свой смысл. Поэтому над каждым этапом стоит работать и делать его идеально. Эти ногти претерпели много изменений, много форм они перепробовали и форма овал им подходит больше всего. Так как они скручиваются, квадрат у них отслаиваются углы, миндаль слишком длинный получается и он постоянно начинает ломаться. А вот овал самое то. И кстати, ногтевая пластина, представляете, была деформирована и почему-то под гель-лаком она у нас выровнялась. Причем деформация случилась еще в детстве у клиента. Но кутикула все такая же тонкая, все такая же прилипшая, ее мало. И каждый раз мы с клиенткой все равно мучаемся и отлепляем ее. Но если честно, я уже привыкла, так как клиент ходит ко мне 4 года. Всегда беру какой-нибудь коротенький пушер или апельсиновую палочку. И также помогаю себе топориком, зачищаю весь основной, самый-самый большой птеригий. А все остальное уже оставляю для фрезы. Работаю фрезой КМИС диаметр 0,23. Это фреза с тонким кончиком, но этот кончик, несмотря на то, что он тонкий, он безопасный. Если вы сравните фрезу КМИС с любой другой фрезой, а точнее сравните их абразив, вы увидите, что у фрезы КМИС абразив нанесен очень-очень ровно. Как-то я уже даже показывала, у меня есть разные фрезы. И поверьте, мне есть с чем сравнить. Свой выбор я остановила именно на этих фрезах. Так как они дольше живут и дольше не приходит негодность. Кстати, такой мини-лайфхак, как проверить, хорошая у вас фреза или уже пора ее выкидывать. У меня всегда есть одна новая фреза. И когда я после стерилизации и дезинфекции достаю фрезу, я всегда ее сравниваю. То есть сравниваю абразив. Если абразив все еще матовый, то этой фрезой можно работать. Если вы уже видите, что абразива практически не осталось и он блестит, значит фрезу пора выкидывать. Не работайте тупыми фрезами. Фреза это все-таки долговечный расходник. Сейчас я работаю на реверсе. Сначала работала на форварде. Оборот у меня 25 тысяч. Аккуратно очищаю боковые валики, зашлифовываю их и также зачищаю птеригий. И еще будьте аккуратнее в боковушках. Часто пыль мастера принимают за какие-то остатки птеригии. И поэтому перепиливают в боках ногтевую пластину, что потом ведет за собой к появлению бокового анихолизиса. Очень частая причина и достаточно часто я встречаю такое в своей практике, когда мне спрашивают, а почему же появляется боковой анихолизис. Чаще всего это как раз таки перепиленные боковушки фрезой. Делаем срез ножницами. Здесь у меня все обычно ничего сложного. Единственное, что эту кутикулу никогда не получается срезать одной единой колбаской. Постоянно приходится что-то досрезать слайсовым методом. Мы уже привыкли, поэтому также ничего нового здесь для меня нет. Ну а для вас хочу сказать, неважно срежете вы одной колбаской или за несколько раз. Главное же все-таки результат. И вот наш результат нашего маникюра, уже готовые зашлифованные ноготочки. Мы их хорошенько обезжириваем и наносим базу от мистик к каучукулу. Кстати, многие из вас писали, что переливают базы из больших банок в другие флакончики. А вот производитель как раз таки не рекомендует это делать. И еще, все-таки попробуйте работать кисточкой, как при гелевом укреплении. Как по мне, так выходит гораздо быстрее, потому что нам не нужно ничего наклонять. Просто берете нужную каплю на кисть и работаем. Сегодня будем работать очень красивым цветом, ярко-голубым. Вообще, это клиент, который любит яркие цвета и никогда не красит пастелью. Уговорила сегодня на один пастельный ноготок. И то только для того, чтобы хоть как-то подчеркнуть осеннее настроение. Клиент говорит, что когда она красит пастельными цветами ногти, они кажутся очень бледными. Не знаю, как по вам, осень это причина наносить какие-то осенние цвета или все-таки стоит делать то, что вашей душе угодно. Проголосуйте в комментариях, посмотрим на какой же стороне мои зрители. Первый слой наношу тонко, просушиваю и на втором слое уже прокрашиваю под кутикулу. Гель-лак кремовой консистенции, кстати, ближе к яркому цвету и наносится очень хорошо. Все остальные ногти, точнее ногти, на которых нет дизайна, мы покрываем нанотопом. У нанотопа в составе силикон, поэтому он меньше царапается. Клиентка постоянно делает именно его и носится он отлично. Завожу под кутикулу, под кутикулу завожу с помощью кисточки, уже без тонкой кисти справляемся. И вот он наш цвет, который мы выбрали в качестве пастельного цвета. Этот цвет под номером 88, называется он Леди. Даже не знаю, как вам его описать, потому что камера показывает его бледно-бледно-лиловым. На самом деле я бы назвала его серым с небольшим сиреневым подтоном. Очень интересный цвет и в последнее время пользуется огромной популярностью у моих клиентов. Также наношу первый слой тоненько, хорошенько просушиваю, отодвигаю кутикулу и наношу уже второй цвет под кутикулу с помощью тонкой кисточки. Обратите внимание, что даже если первый слой у вас не плотный, то на втором слое уже полностью нет ни проплешинок и полностью перекрывается вся ногтевая пластина. Покрываем ноготь матовым топом для того, чтобы сделать наш вязанный дизайн. Хорошенько обезжириваем. И тут есть свои секреты. Как же сделать так, чтобы рисунок был выпуклым? Во-первых, работайте только кончиком кисти. Для начала я рисую сам рисунок и уже кончиком как бы поднимаю небольшую пику. Далее рисую рисунок. Всегда обозначайте себе центр. Видите, я прорисовала две полоски для того, чтобы у меня не сместился мой рисунок ни влево, ни вправо. Прорисовала косичку, также точечки. Далее мы не просушиваем. Берем мелкую акриловую пудру и обильно посыпаем наш ноготь. Сыпем, сыпем, не жалеем. Наш гель-лак должен хорошо напитаться акриловой пудрой. И просушиваем двойное время, то есть две минутки в нашей лампе. Далее стряхиваем все излишки и любуемся результатом. Такой дизайн смотрится очень уютно. Его уже ничем перекрывать не надо. И посмотрите, как он интересно смотрится и с ярким-ярким цветом. Я надеюсь, что вам видео было полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много полезных и интересных мастер-классов. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!